В крупнейшем конкурсе в нашей стране, в международном конкурсе на Москва-реку предложить концепцию развития главной оселии столицы. Сегодня конкурс в Москве дает эстафету, и третья столица России объявляет свой конкурс на набережные системы озер, которые образуют ее идентичность, на которых создан город. И поэтому мы начнем с лекции Эдуарда, который поделится своим опытом, опытом на стыке России и зарубежных стран, опытом работы внутри и взглядом из-за рубежа о том, в каких трендах, тенденциях сегодня находится история с набережными этого города, с набережными России. Потому что очень важно, чтобы человек, который с нами взаимодействует, он имел условие взаимодействия с локальными контекстами. Это, правда, довольно редкий навык и очень часто серьезная преграда для международных специалистов в работе на территории этих инстарктов и снижения. Я также хотела бы отметить, что это очень важное начинание, и здорово, что Эдуард будет говорить не только про развитие набережных систем Азербайджан, а в целом про развитие набережных, потому что, как вы знаете, следующий подпись, я подъем его данный водоэкранный зон Бологи и Камы, и если все будет хорошо, то у нас будут масштабные проекты в агронарных кубах, которые связаны с развитием территорий. Я сейчас буду представить два проекта, которые я делаю, только два, потому что у нас нет времени. И, возможно, мы можем поговорить с этим опытом, и, если у вас есть вопросы, то я очень рада ответить. Такое длинное выступление было. Сейчас, в учебном заключении, во времени, я смогу представить вам только два проекта, в которых приняло участие. И, если этот вопрос, конечно же, я буду рад на них ответить, чтобы дискутировать. Техническое задание будет зависеть качество тех решений, которые вы получите в результате. Поэтому это неформальная встреча, и нам бы хотелось, чтобы вы максимально дали свои идеи, поделились с нами своей критикой, предложениями, точками зрения, и все это выписывается в техническое задание. Вы на экране видите сайт конкурса, который поможет вам следить за тем, что будет происходить с тем, что вы предложите за тем. Есть на послах в городскую связи. Работаем на трех уровнях, с одной стороны, играть в истории, а именно на... Вас больше ориентированы не на официальные данные, это встреча не для сбора специалистической информации, а больше говорить, конечно, о истории, о вашем учреждении и о том, что вы слышите в территории Олега, о том, что вам хотелось бы, чтобы там было. И это сделано, что встреча гораздо более продуктивной и полезной на наш взгляд. Все-таки брусчатка, это камень, да, но никак не дорожка, не ровная свалит. То есть в данный момент роллеры не могут передвигаться ни по той линии, ни по другой линии. И тем более по среднему кабану. Здесь мы передвигаемся достаточно часто, и когда перед МЦЭР у нас построили заграждение, в связи с тем, что там у нас парусная школа, да, еще что-то, то есть просто на территории вообще, в принципе, не опускают. Мы хотели просто обсудить, как вы желающие разговариваете о, к вам, в пользу деградологии, купаться можно в Азеру. Да, здесь купаются. Ляд здесь находится хендмейстер на Эльстернат. Ну, то есть вам очень просто и сделан. Купаются, как-то жарко, днем. А здесь есть маленький ресторан «Сокол», и здесь сделаны шашлыки. Вот, но я думаю, что эта тема могла бы здесь и развиваться. Спасибо. Ну, это обалденная книжечка, небольшая, что могу сказать. Вот здесь есть военный городок у нас, и здесь это такая обособленная территория с протокой, которая в историческом прошлом, она соединялась с Волгой во время весенних разливов. И, в общем-то, озеро Кабана, но чем и уникально, что это в историческом аспекте было озеро в двухстороннем течении. Весной вода наполняла озеро, в течение лета вода выходила. И вот в эти, вот в эту протоку ГУЛА, и вот в эти протоки течения вода в двухстороннем. По-моему!